всем привет 5 сентября 21 года 6 утра 45 минут и уже позавтракал маленький тоже поел и мы собираемся сейчас в дорогу шангал до москвы если вы хотите конечно вы можете продолжить смотреть наше путешествие как мы будем ехать где мы будем останавливаться но скорее всего 1 до заправка в вологде дальше возможно мы остановимся или заедем ярославль моему знакомому вот если все это получится то будет классное видео классный контент и вы сможете посмотреть где мы едем и как мы едем не переключайтесь до скорой встречи ну что в машине мы все разместили уже собаки свое место вот так вот он едет вот так вот собака у меня едет у него здесь будка здесь у него один лежак там второй лежак и здесь третий лежак здесь у него здесь у него еда и его принадлежности для прогулки в общем у собаки целый диван сзади соответственно здесь у меня одежда одежда ну и домой там что-то забрано картофан с морковкой без этого ну никак не отпустят ну что делать придется брать немного хотели конечно мешок навалить но я сказал давайте там хотя бы максим килограмм чека 2 потому что слишком много это будет у нас негде и хранить она испортится тут на 2-3 недели я думаю хватит не испортится едем дальше этот друг уже распереживался весь чё ты переживаешь кексы ты со мной поедешь со мной поедешь не останешься не переживай чудо-юдо забрал переживает он вообще просто перед дорогой вообще всегда переживает до кексенька сидит сзади мамуля бежит уже он переживает очень сильно знает что если машинка уже будет значит вот сейчас сейчас поедем и так не реви так не переживай все нормально появится приеду не реви давай сейчас скоро дает как как поеду буду звонить сели сели он кексюшенька сидит все у нас все все кексюшенька все поехали удочек и поехали дорожку на с кексой 78 ну вот ну вот я его и выезжаю уже из шангал поселочка в котором я еще не записал видео полноценная всей жизни здесь но ребята получилось так что не записал значит не в это время придется приехать еще и записать я может думаю хотят они чтоб я в апреле приехала родители посмотрим если все будет получаться может и приеду в апреле собакин у меня уже сидит вот так вот первое время он всегда боится садится мне на коленке и сидит на коленках мы сейчас доедем заправочку заправимся уже поедем в путь до вологде первая остановка у нас скорее всего в волокде будет вот такой поселок как говорится если не любите развлечение а любите спокойную жизнь то поселок вам подходит я еду честно сказать очень дождь там идет очень неприятное дождливое время но что делать ребята такая погода ну вот и знак конец шангл выехали камеру отключаю по пути буду где-нибудь что-нибудь записывать итак ребят заправился в октябрьском на 40 литров сейчас выехал уже из октябрьского да и получается цена пока что у меня составила две тысячи рублей заправки посмотрим не по идее надо всего лишь еще один раз заправить до заправиться в вологде потому что до вологды примерно 300-400 километров ну и от вологды также 420-430 вот так едем дальше не переключаемся смотрим какие деревни мы будем проезжать я буду иногда снимать это все и на видео показывать смотрите в деревне Павлевцево есть вот такой вот храм очень красивый деревянный больше будет видно его вот отсюда 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 я возьму вот так покажу вам сейчас все полностью вот такой вот храм вот такой вот храм вот такой вот храм по дороге есть до Вельска не доезжая есть железная дорога здесь идет какой-то один состав где-то вдалеке Собакина у меня переживает все плохо спит куда-то состав перегоняет сейчас увидите его вот такой вот вот такой вот вот такой вот вот погода то солнце то дождь то солнце то дождь сейчас рассказать вот нет столько что радуга была волнышко светило в Вельске есть отвороточка такая и мы здесь сейчас поедем на Москву здесь главная дорога что-то этот товарищ не хочет никак отъезжать там все стоят значит мы сейчас рукой здесь проедем мы выехали и все больше особо только из Вельска еще есть отворотка на трассу уже М8 вроде бы она идет по Вельску проедемся посмотрите как Вельск выглядит где-то Москва вон ушел так но это не сам Вельск это уже выезд выезд из Вельска не особо не особо здесь интересно цен смотрю где-то в associations не особо здесь вон ушел все на везде убитая. Вот я сюда ехал месяц назад и здесь было все убито. Ну, смотрите, начали ремонтировать. Будет более-менее нормально. Потом была, конечно, дорога ужасная была. Ну вот, на выезде уже из Вельска сделали нормальную дорогу. Им осталось еще, наверное, километра два всего доделать и будет нормальная дорога на въезде и на выезде из города. До трассы. И это очень радует, что хотя бы уже нормальные дороги у нас начинают быть везде. В поселке у нас дорога хорошая. А сейчас тут у нас... Вот сейчас мы доезжаем до выезда и, соответственно, поедем уже дальше. Москва, 717 километров. Обязательный стоп-знак стоит. Потому что здесь очень много машинок летают. Все, мы выехали на трассу и поехали. Рисовой контроль это для грузовиков. Неудобно, что дождь то идет, то не идет. Знаете, это постоянно, блин, включать-выключать дворники. Ну вот так вот. Поехали дальше. Езжаем в Вологодскую область. Недалеко, как говорится она. Выехал из Вельска и уже в Вологодскую область. 15 минут. До Москвы. 694, до Вологды 230. Вот сейчас 230 километров мы едем до Вологды. Там заправляемся. Ну что, в 13.18 мы дозаправились в Вологде, на Лукоиле. Сейчас, не знаю, по трассе нигде нету, покушать. Может быть где-то будет. Столовая какая-нибудь или что-нибудь такое. Кафешка. Остановлюсь в столовой. Кафе перекушу. В Вологде уже в 13.18. То есть получается в 8.30 мы выехали и уже в Вологде. Ну мы останавливаемся с собакой погулять. Под Вологды небольшой казус произошел. Дворник немного сломался. Но так, как говорится, у меня была счастливая подкова с собой. Я его починил подковой и еду дальше. Надо будет где-нибудь остановиться. Я до Ярославля доеду. с товарищем встречусь и соответственно уже там, скорее всего, я шуруповертом отремонтирую дворник, чтобы он не не отлетал, не вылетал и все было нормально. Переменно идет дождь. Дорога нормальная. Кое-где ремонт в Вологде. Но это не так страшно. Не стояли долго. Минут 5, наверное, всего лишь мы простояли. Поехали дальше. Собакин где-то здесь спит. Время около трех часов. Не доезжая с Лободы, остановился в кафешке, общепит называется, да, на карте. Заказал себе харчо 110 рублей. Комфорт. Заплатил 141 рубль. Харчо вкусное. Собака сидит в машине. Я сейчас тоже поеду. До Курши так вот выглядит. Очень немного. Можно полпорции взять, можно порцию взять. порцию взять.